Гуляя по главной улице Москвы, мы дошли с вами до Тверской площади. Напротив здания Моссовета мы видим памятник основателю этого города, князю Юрию Долгорукому. Мы нашли кадры кинохроники, которые рассказывают, как в 1954 году проходило открытие этого монумента. Остановим на время этот кадр. Крайне слева создатель этого памятника – скульптор Сергей Орлов. Он переживает звездный час, в самом центре Москвы открывается памятник его работы. Не пройдет и года, как еще один памятник работы Сергея Орлова будет открыт уже на берегу Волги, в городе Калинине. Удивительно, что за столь короткий срок ему удастся создать монумент, который станет символом города, его неофициальным гербом. Кадры кинохроники сохранили, как открывался и этот памятник. В память об отважном путешественнике в городе Калинине установлен монумент. На торжественное открытие памятника прибыли министр культуры СССР товарищ Михайлов, чрезвычайный полномочный посол Республики Индии в СССР, господин Менон, с супругой. Выступая на митинге, товарищ Михайлов охарактеризовал Афанасия Никитина, как славного патриота своей родины. Памятник открыт. Мужественная, целеустремленная фигура замечательного русского путешественника, отлитая из бронзы, открывается перед глазами присутствующих. У основания гранитного постамента древнерусская ладья. Великую историческую заслугу Афанасия Никитина в восстановлении дружественных связей с народами Индии отметил в своей речи господин Менон. Эта дружба, зародившаяся много веков назад, развивается и крепнет между великими народами Индии и Советского Союза. Вот он, знаменитый тверской купец Афанасий Никитин, который первым из европейцев добрался до далекой Индии и рассказал об этой стране на странице своего дневника «Хожение за три моря». Кстати, начинал свое путешествие в Индию Афанасий Никитин вместе с послами московского князя Ивана III.